Первыми полетели туда советские аппараты. Смотрите, 1962 год, мы уже туда кинули один аппаратик. Он пролетел, ну, три четверти пути. Это колоссальное было достижение, потому что до того летали только вокруг Земли. И вдруг туда, вот на 100 миллионов километров, к Марсу отправился. Но не долетел, естественно, испортился, потеряли его. Ну, это нормально было, это такой хороший шаг для космонавтики. Первым долетел до Марса в неиспорченном состоянии американский аппарат Маринер-4 в 1965 году. Он не умел тормозить, он просто пролетел мимо Марса, но пролетая, сделал несколько фотографий, передал их на Землю. И мы впервые увидели, детально увидели поверхность этой планеты. Я тогда уже учился в школе в пятом классе, увлекался астрономией. И помню, что накануне мы все, начитавшись фантастики, были уверены, что Марс, ну, такая вполне зеленая планета, со всякими удобными местами для жизни, может, и с марсианами тоже. А и вдруг в газетах появились вот эти фотографии. Как-то сразу стало печально. В общем, Луна луной. Метеоритные кратеры, атмосфера незаметная, как-то все уныло, тоскливо. Очень большое разочарование было, что Марс вот такой вот, не очень приспособленный для жизни. Но оказалось, что не так все плохо. Через несколько лет к нему подлетел первый искусственный спутник, Маринер-9. Он подлетел к Марсу и впервые вышел на орбиту, стал вокруг него летать. Довольно долго работал и передал массу, ну, вот, 7 тысяч с лишним фотографий. То есть практически всю поверхность планеты сфотографировал. И мы убедились, что, в общем, планета интересная. Там много чего, по крайней мере, геологически. Таких и разломы всякие, и горы есть, и долины. Ну, и, в общем, интересная планета. Ну, а следующим этапом, естественно, следующий шаг, надо было попробовать посадить на Марс космический корабль. Поскольку советская техника космическая не очень надежная, она всегда была ненадежной, и тогда тоже, и сейчас особенно. А мы решили неумением-то к числом брать. Стали по нескольку аппаратов сразу запускать в надежде, что хотя бы один долетит. Правильная была стратегия. Запустили сразу четыре. И два из них долетели в работоспособном состоянии. Один вышел на орбиту, другой попытался сесть на поверхность. Вот это такой стандартный наш аппарат серии Марс. Вполне, кстати, неплохой. А вот эта часть, это посадочный аппарат. Ну, конус, вы понимаете, чтобы в атмосферу влететь и тормозиться. Потом на парашюте он опускался, и, значит, должен был сесть. На поверхности он, ну, это калаш, конечно, должен был выглядеть вот так. Он небольшого размера, вот такой, около 200 килограмм весом. А у него одна телевизионная, какая там телевизионная, в ту пору электроники почти не было. Это середина, ну, начало 70-х. Вот телекамеру вообще невозможно было запустить. Такая вот механическая камера, которая строчку за строчкой, картинку полчаса должна была рисовать. И то она весила там 5 килограмм. Но вот же, о чем мало кто знает, на борту этого первого нашего аппарата был маленький марсоход. Вот для тех, кто увлекается космонавтикой, я покажу. Вот здесь вот наверху, размером с книгу толстую, такая машинка, которая в прямом смысле марсоход, потому что он не кататься должен был, а ходить по Марсу. Как шагающий экскаватор, вот на таких лапах должен был ходить. А его кронштейн специальный должен был опустить на поверхность и пустить гулять по Марсу. Но поскольку никаких там глутузов, вайфаев в ту пору не было, он на проводе был. На 15 метров мог отойти от посадочного аппарата. Что произошло? Он опустился на Марс. И сигнал о том, что он опустился, пришел на Землю. И в течение 10 секунд он передавал сигнал. Через 10 секунд замолчал. Факт посадки был зафиксирован, но никаких научных данных он не передал. Почему, мы не знаем. Раз уж сел, мог бы работать. Ну вот, отключился. Проходили годы, и все меньше и меньше было веры в то, что он на самом деле сел. Ну как, сел и вдруг замолчал. И в общем, какой-то скептицизм стал появляться. А сел ли он, а долетел ли он до Марса. Вот правда ли все это, что мы первыми опустили свой аппарат на чужую планету. И чем дело кончилось? Два года назад, в январе прошлого года, наш московский инженер Егоров, молодой парень, исследуя детально фотографии Марса, они сейчас очень качественные, нашел его там, сидит. Почему не работает? Ну, не знаем, когда-нибудь встретим его, там узнаем. Сидит, он таки сел, все в порядке. Ну, почему-то вот перестал функционировать. Так что первая посадка на Марс наша.